здравствуйте дорогие братья и сестры буквально вчера один человек скажем так крещённый бывший православный сейчас который находится в смятении он сейчас исповедует ислам позвонил мне в крайнем таком душевном состоянии говорит батюшка скажите что такое есть истина это часто задаваю вопрос от мусульман протестантов вообще очень часто задаваю вопрос я попытаюсь все-таки ответить поскольку многие просят скажите в каком месте какая голова то есть ну вот к сожалению порой не по вере по букве нам нужно доказать сегодня я буду отвечать на вопросы пользуюсь евангелием пользуюсь библией пользуюсь немножко своими тут записями и отвечу на вопрос ну давайте начнем с чего что такое истина все-таки надо отделить что такое истина и кто такая истина немножко буду пользоваться и параллельно отвечать все-таки нужно понять от кого истина исходит кто источник этой истины конечно истина истина является господь мы можем напитаться только от источника господь говорит иоанна евангелие от иоанна 14 глава 6 стих и я есть путь и истина и жизнь ни то не приходит к отцу моему как только через меня нужно сразу обозначить мусульмане не признают христа как бога это их мнение никто им навязывать ничего не собирается но они признают христа как пророка все что говорит пророк это истина то есть сказанное от бога мусульманстве это аллах давайте все-таки подчеркнем господь говорит христос я и отец одно это евангелие от иоанна 30 глава не прошу прощения 10 глава 30 стих также господь говорит если я не сын божий и если я не творю для чего послал меня отец то не верьте меня господь все творим он исполнял волю отца своего небесного который послал он крестился он был распят кстати по распятию нужно тоже сделать здесь акцент братья мусульмане не признают распятие христа тут можете сразу вы мне сказать что ну вот вы священное писание под себя наменяли в коране по-другому написано но я хочу сделать здесь акцент евангелие написано в первых веках от рождества христова даже понимать вот есть один момент тут можно сказать такой теолог двадцатом веке он озадачивался когда же все-таки написано евангелие пошел в двадцатом веке мы стали много мудровать и нам все нужно было доказать он попытался выдвинуть теорию что и евангелие было написано во втором веке за это конечно ухватились всякого рода мифологисты уфологи и тому подобное но давайте сделаем акцент когда же был написан коран коран был написан в сейчас я зачитаю коран был написан в 610 году от рождества христова когда мухаммеду стала с написание мухаммедом когда ему было 39 лет и закончили его писать в возрасте когда он почил верней в 632 году то есть 610 по 632 год то есть тут возникает главный вопрос кто что мог менять кто под кого пытался изменить священное писание если мусульмане обращаются все-таки в том числе к священному писанию через которого и признают на христа пусть пророком но они его признают еще раз делая акцент что все что горит пророк это истина так далее мы идем и возвращаемся к основному что господь говорит что не верьте мне если я не исполняю но тут же он и подчеркивает единство что я что отец во мне и я в отце то есть здесь указывается на единство божественной природы я уже сказал что мусульмане не признают иисуса христа как богом на что они основываются на чем они основываются это так открываем это вот 9 наверное 9 4 4 глава 157 сура что написано когда они спросили у евреев мы ведь убили из мессию иисуса сына марии посланника божий они убили его и не распяли то есть они признают на распятие то есть искупительную жертву христа они говорят что он не умер он какую-то подмену сделал что другой человек за него пострадал это не только мусульманцы это и у других иноверцев есть которые говорят это спрашиваешь это сын божий сын божий это бог нет это не бог но это абсурд как у человека может родиться сын но не человек как у обезьяны родиться обезьяна это не обезьяна это вы что-то путаете то есть ну непонятно какая логика тут работает поэтому мы еще раз обращаемся хочу подчеркнуть что слова христа о том что он с богом един мы также сейчас я быстро на не открою ну поверьте на слово он говорит что да нам не всяко вот сейчас я открою секунду это у нас последняя евангелие от от матфея мы его читаем во время крещения сейчас я быстро открою это у нас сто шестнадцатое зачало двадцать восьмая глава от матфея едино и десятые ученицы то есть один из учеников идушу в галилея это город в гору а мы же повелел иисус видишь его поклоняйся ему о вы же сомневся то есть одни одни уверовали другие сосомневались что это христос потому что это уже по его распятию было воскресенье иисуса приступивший иисус рече то есть господь подошел к ним и говорит дадите мне всяко власть на небеси и на земли пророку может дана быть власть на небесах нет он исполняет то что ему говорит господь на земле у него есть власть духовная но на небесах нету господь о себе говорит уже как о боге что ему дана власть на небесах и он дальше говорит шедше то есть идите и научите вся языки ангидзицы это народы это от младенца и до старика крестите их то есть мы крестимся чего многих протестантских конфессиях нет чего нету в исламе но если мы исполняем слова пророка и он говорит от бога почему же мы не крестимся почему не исполняем хорошо и крестить их во имя отца и сына и святого духа то есть в троицу который троицу не почитают не здесь христос не увеличивать значимость отца не принижает не духа святаго не свою значит то есть он здесь о равенстве говорит уча их и блюсти то есть учите об этом и чтобы они соблюдали это и буду аз и сиа с вами есть во все дни до скончания века и буду с вами всегда до скончания века когда господь возносится на беса он дает такой обед мы здесь видим что господь говорит о равенстве и о власти которую есть на небесах у пророка не может быть власти на небесах ну и подводя итог изначальному вопросу сказанного кто истина господь принес эту истину свет христов как святые отцы говорят человек господь вочеловечился чтобы человек обоживался то есть господь вочеловечился претерпел страдания показал свой личный раз свой пример он крестился на ладах иорданских чего ему не нужно было в принципе делать у него нет грехов и нечего было омываться но он крестился исполняя обед своего отца которую для чего он и пришел по сути на землю да он как человек и молился моление чаши мы помню просил чтобы минула это чаши пошел как человек боялся этих страданий этого распятия но он до конца пошел он показал до конца эту истину а все остальное относительно истины нравственный закон закон совести в первую очередь закон божий заповеди которым он исполнил ветхий завет заповеди он не отменил в преобразил да у новозаветных заповеди блаженства то есть не запрещающий а указующий блаженны счастливы те чистые сердцем вот они увидят бога блажен чисто сердцем я коти богу узрит то есть он показал как нужно жить чтобы приблизиться к богу и другие ему блаженны миротворцы то счастливы миротворцы те сынами божьи нарекутся то есть миротворец это тот который защитник который свою жизнь за другого может отдать если это бог это фундаментальный момент если это пророк он говорит не убивайте а защищайте нет неверных здесь мое творение который я сотворил не на погибель она радость поэтому господь есть путь свет и истина и кто этим путем пойдет живот вече эту жизнь вечную обретет вот если в двух словах буквально отвечая на этот вопрос если мы не признаем христа как бога то упраздняется очень многие вещи пошел некоторые пытаются сказать что сила божья вошла какой он бог ведь он родился от мари по природе человеческой а духа святаго по божественной природе боги сочетается две природы две воли как человек он кушал он общался как господь он принес спасение миру всему храни вас господь с вами был священник константин мальцев